Меридиан надежды В номинации «Лучший детский анимационный фильм» получила диплом победителя наша студия за фильм «Грустная история» автор Карина Хусаинова. Наверное, всем интересно, как создаются мультфильмы. Вот и наши юные аниматоры с нетерпением желают поскорее узнать все тонкости и детали этого процесса. Здравствуйте, с вами Александра Полоскалова. Мы находимся в Санкт-Петербурге в студии анимационного кино «Мельница», выпускающей мультипликационные фильмы, основанные в 1999 году. А что там происходит и чем занимаются, мы с вами сейчас и узнаем. Со стороны это удивительное здание, и, войдя внутрь, мы почувствовали необычную атмосферу. Мы следовали за экскурсоводом по длинным коридорам, слушали ее рассказы и заглядывали в небольшие кабинеты, где создавалось чудо. Оказалось, что создать самый короткий мультфильм – это большой труд ни одного аниматора. Над одним фильмом работает целая команда художников. У каждого из них своя задача. На создание полнометражного фильма уходит почти два года усердного труда. Сотрудники студии с удовольствием показали, как они работают, над чем сегодня трудятся мультипликаторы. Мы первые узнали, о чем будет новый мультфильм, который в скором времени выйдет на экраны. Ну, с чего начинается фильм, понятно, да, сценарий? Ну, вот какая эмоция? Ужас, да. Это вот… Хитрость. Ну, нет, он хитрость какая-то такая, да. Смех. Смех, да, радость. А это испуг. Удивление. Испуг, удивление. Вот он тоже удивился. А тут вообще обалдет. Да, еще делается такая табличка на каждого героя. А фильм, который, значит, вы увидите в Новый год, в зимние каникулы, «Настыница престола», «Три богатыря» и «Настыница престола». Вот, и каждая сценка рисуется вот художником, то есть режиссером вот таким образом, вот последовательно все движение. А здесь художники работают не на карте, здесь работают сразу в планшете. В компьютере получается движение. Тот, кто работает на прорисовке, они работают только на планшетах, потому что линия должна быть четкая и ясная. Очень понравилась студия звукозаписи, где мы могли наблюдать, как идет озвучивание мультфильма. А в зале для просмотра уже готовых фильмов, их, кстати, на киностудии 2, нам показали серию из мультсериала, который уже сегодня идет на телеканалах. Вау, какая чудесная школа! Помогите, там деревья хулиганят! Ух ты! Кто разрешил? Как съесть уникальный волшебный визуализатор? Это не я, это вот оно само откусилось. И кто вас вообще сюда впустил? Господин охранник, мы вошли без спускания. Если директор вас будет ругать, так ему и скажете. Девочки, это и есть наш директор школы, Кощей Бессмертный. Упс, директор. Ух ты, Бессмертный! А если вы грибов ядовитых съедите, ничего не будет? Или муха цица укусит? А у Бессмертных бывает бесслонница. А если вы попадете? Стоп, за меня хватит. Конечно, мы бы еще долго бродили по этажам мельницы, разглядывали бы рисунки, следили бы за работой и задавали окружающим вопросы. Но, к сожалению, время истекло. Мы благодарим организаторов за такую удивительную поездку, а также администрацию города, предоставившую транспорт для осуществления экскурсии. Всем спасибо! Над репортажем работали Александра Полоскалова и Александра Забоева.